Опа! 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 Кто пришёл? Кто почуял, что у нас тут дело пахнет хавчиком? Опа! Нема ничего, да? Шо? Дай пожрать! Жрать хочу, да? Ну ладно, щас я тебе тоже что-нибудь дам. Курицу будешь? Давай сюда я тебе тоже положу. Чего-нибудь погрызть. Вот так вот. Передай подпи... Эй-эй-эй! Куда ты сразу хаваешь? Передай подписчикам привет, Решик. Ты рычишь? Рычишь? Что? Да не заберу я твою курицу. Ну дай-дай. Дай-дай-дай. Дай курицу. Да? Ну ладно, приятного аппетита. Всем привет! Я не буду заниматься сегодня рекламой данных продуктов. Я хочу им сделать простотех-драйв. Не так давно я похудел на целых 9 килограмм. Ну поскольку я Эктомор, то соответственно и очень большой спортсмен, то набрать массу для меня достаточно сложно. Ну я решил пойти на крайний мир. Я купил вот такой протеин украинский. Здесь 1 килограмм. Насколько заявляет производитель. Белков 21,6 на одну порцию. Жиров 0,5. Углеводов 11. Калорийность 361 килокалория на 100 грамм. В принципе, никогда им не пользовался, не пробовал. Вместе с ним я буду принимать, ну я в принципе его частенько принимаю глютамин. Вот такой вот от Ваннистона. Народ в принципе, кто там, спортсмены, те знают, что это такое за добавка. Для тех, кто не знает, это аминокислота, которая позволяет, в принципе, быстрее просто восстанавливаться и все. Облегчает жизнь. Итак, приступим. Берем шейкер. Берем наш протеин. Мирная ложечка тут есть. По инструкции заявлено, что необходимо класть полторы мирных ложечек. Один. И половинку. Туда же мы кладем глютамин. Глютамина по инструкции необходимо принимать 10 миллиграмм в сутки при физических нагрузках. И одна, 5 миллиграмм, одна мерная ложечка без физических нагрузок. Что я хочу попробовать сделать. Я буду принимать его месяц, ну то есть пока не закончится, ну или когда пока не закончится пакет. И, соответственно, потом будет происходить контрольное взвешивание. Для того, чтобы узнать, насколько он, в принципе, помог мне или не помог немножечко хотя бы набрать массу. Я весил 80 килограмм. Сейчас я вешу 71. Сейчас я его взобью. И попробуем, какой он на вкус. Без молока. Надо подождать, пока немножко пена упадет. Так, ну что, пена наша упала, можем приступать к тестированию. Вкус у меня здесь... Сейчас узнаем какой. Шоколадный вкус. Достаточно нежный, приятный. Ой. Чем-то напоминает легенькое такое какао. В общем, класс. Мне нравится. Итак, питаться я буду, как обычно. Я никакой не вегетарианец. Я ем всё подряд. А недостаток белка для набора массы постараюсь компенсировать вот этой вот штукой. Надеюсь, поможет. Итак, друзья, месяц прошёл. Я практически допил протеин. Весь, который у меня был, там чуть-чуть немножечко осталось. Но месяц закончился. Итого, что я могу сказать. Те люди, которые считают, что употребляя протеин просто так, как пищевую добавку, им это позволит набрать какую-то массу, скорее всего заблуждается. Потому что протеин без выполнения определённого ряда систематических физических нагрузок сам по себе массы никакой не даёт. Поэтому мнение о том, что, мол, я буду пить протеин и сразу превращусь там через месяц в качка или будет какой-то хотя бы либо заметный какой-то эффект, на самом деле является неправдой. А в то же время употребление как раз вот глютамина, это аминокислота, которая в организме человека очень-очень и очень нужна. И используется организмом очень в больших объёмах при физических нагрузках и либо при, ну вообще при любых нагрузках, организм очень много расщепляет глютамина, как раз даёт достаточно ощутимую пользу. Я заметил на собственном примере, что без применения глютамина, если, допустим, долго работаешь, какой-то продолжительный период времени, либо, например, мало спишь, то на следующий день, соответственно, чувствуешь себя очень-очень сильно усталым. При этом, когда я принимал глютамин, организм восстанавливается намного быстрее, намного лучше и намного легче себя чувствуешь. Поэтому приём глютамина любой марки производителя в этом видео я не рекламирую и не призываю, допустим, не употреблять какую-то марку. Приём глютамина считаю всё-таки оправданным в любом случае, есть у вас какие-то физические нагрузки, занимаетесь вы спортом или не занимаетесь спортом, глютамин считаю принимать оправданным, если вам нужно быстро восстановиться за короткий период времени и будете чувствовать себя намного-намного лучше. Ну а для тех людей, которые не знают разницу между протеином, глютамином, анаболическими стероидами и гормонами, рекомендую для начала изучить сначала этот вопрос, почитать энциклопедию, можете на Википедию зайти, а уже потом писать комментарии и задавать вопросы, для того, чтобы просто не выглядеть глупо. На этом считаю эксперимент завершённым, желаю вам успехов, до новых встреч, пока!